добрый день меня зовут алина и сегодня мы с вами рассмотрим оксиды их физические и химические свойства оксиды это класс химических соединений образованные двумя элементами то есть бинарных соединений в составе которых обязательно есть кислород и кислород обязательно находится в степени окисления минус 2 это его постоянная степень окисления в оксидах оксиды могут быть как металлов так и не металлов например самый распространенный оксид это вода и в воде водород имеет степень окисления плюс 1 а кислород имеет постоянную степень окисления минус 2 оксиды можно классифицировать по их строению оксиды молекулярного строения находится чаще всего в жидком и газообразном состоянии это знакомый вам углекислый газ вода сернистый газ или же в немолекулярном немолекулярном состоянии находится большинство оксидов которые являются твердыми и это чаще всего оксиды металлов можно также классифицировать оксиды по их химическим свойствам то есть оксиды делятся на основные это оксиды металлов степени окисления плюс 1 и плюс 2 амфотерные это оксиды металлов степени окисления плюс 3 и плюс 4 также сюда относятся металлы берилли и цинк образованные ими соединения также являются амфотерными и кислотные оксиды это оксиды металлов степени окисления выше плюс 5 то есть плюс 6 и плюс 7 или же это оксиды не металлов опять тот же самый известный вам углекислый газ он будет являться кислотным оксидом так как это оксид углерода также есть исключение и в оксидах не все из них являются основными кислотными амфотерными есть оксиды которые относятся к не соли образующим это угарный газ co это оксид кремния в валентности кремния 2 это оксид азота где у азота валентность 2 и оксид азота 1 где валентность азота 1 все эти четыре оксида не будут взаимодействовать с водой соответственно также не будут взаимодействовать с щелочами и образовывать соответствующие им соли при взаимодействии с щелочами и соответствующие кислоты при взаимодействии с водой чтобы правильно записать уравнение реакции с участием оксида необходимо знать химические свойства оксидов основных амфотерных и кислотных начнем с основных основные оксиды способны взаимодействовать с водой если это оксиды щелочных или щелочноземельных металлов при взаимодействии с водой они будут образовывать щелочи, то есть растворимые гидроксиды. Также основные оксиды способны реагировать с кислотами и кислотными оксидами. В этом случае будут образовываться соответствующие соли. Если основный оксид, неважно это оксид металла щелочного, либо просто металла, находящегося в степени окисления плюс 2, будет вступать в окислительно-восстановительную реакцию с не металлом. Будет образовываться металл в чистом виде и оксид соответствующего не металла. Соответственно, это будет окислительно-восстановительная реакция, которая относится к классам металлотермических реакций, то есть реакции, которые служат для получения чистых металлов. Также неактивные металлы, которые находятся после водорода в ряду активности, способны вступать в окислительно-восстановительные реакции с водородом как простым веществом. В этом случае опять же будет образовываться чистый металл и вода. Также основные оксиды способны реагировать с ампатерными оксидами. В данном случае в реакции с основным ампатерным оксидом будет образовываться соль, где ампатерный металл находится в кислотном остатке, а металл, находящийся в основном оксиде, будет являться катионом в этой соли. Кислотные оксиды способны вступать в реакции с водой с образованием соответствующих кислот. В данном случае важно помнить, что оксид кремния-4 не будет взаимодействовать с водой, так как он является изначально нерастворимым, но при этом в реакциях с щелочами он будет образовывать соответствующие соли, поэтому оксид кремния-4 является кислотным оксидом. Также любой кислотный оксид способен вступать в реакцию как с основанием, так и с основным оксидом с образованием соответствующей соли. Оксиды неметаллов способны вступать в окислительно-восстановительные реакции как с металлами, так и с неметаллами, и в данном случае будет образовываться либо соединение с меньшей степенью окисления соответствующего неметалла, как в первой реакции, либо с образованием чистого вещества, как в реакции с магнием. И также возможна реакция между кислотными оксидами. Это оксид кремния-4 и солью. В данном случае реакция происходит при нагревании. Здесь есть своя особенность. В данном случае СО3 это кислотный остаток угольной кислоты, летучей кислоты, и этот кислотный остаток способен вытеснить оксид кремния, так как оксид кремния является менее летучим, чем оксид углерода. Соответственно в данном случае реакция пойдет с образованием углекислого газа и соли кальция, в основе которой лежит силикат. Амфотерные оксиды не реагируют с водой в отличие от кислотных и основных оксидов, но амфотерные оксиды способны вступать в реакцию с для амфотерных оксидов соответствуют две реакции. Это может протекать реакция с твердым веществом, то есть твердой щелочью, либо с раствором щелочи. Если реакция протекает с твердой щелочью, значит в результате будет образовываться соль, в основе которой будет лежать кислотный остаток, в данном случае у нас алюминат. Если бы был, например, у нас оксид цинка или бериллия, был бы берилат или цинкат. При взаимодействии с растворами щелочей амфотерные оксиды будут образовывать комплексные соли. Для комплексной соли характерно координационное число. Это в квадратных скобочках алюминий OH4, что в данном случае маленькая четверка является координационным числом. Это координационное число для большинства комплексных солей вычисляется довольно просто. Стоит всего лишь умножить степень окисления металла на 2, и мы получим координационное число. Это характерно для всех амфотерных металлов кроме алюминия. Алюминий может образовывать две комплексные соли с координационным числом 4 и с координационным числом 6. В данном случае вам важно следить за коэффициентами перед другими веществами, чтобы правильно составить реакцию. Также амфотерные оксиды способны взаимодействовать с кислотой и с кислотными оксидами. И здесь будет реакция протекать точно так же, как с основными оксидами, то есть будут образовываться соли. И амфотерные оксиды могут реагировать с оксидами основных металлов, соответственно с металлами первой или второй группы, и в результате будут образовываться соли, опять же цинкаты, алюминаты, берелаты, в зависимости от того, какой амфотерный металл участвует в данной реакции. Оксидов довольно большое количество, главное нам выучить оксиды не солеобразующие и запомнить, как классифицируются оксиды по основности, амфотерности и кислотности, чтобы правильно составлять не только уравнение реакции, но и правильно их находить среди других веществ. А я с вами прощаюсь, до встречи на следующем уроке!